Упражнение номер четыре в нашей смысловой спектроскопии, мы делаем первый в мире учебник по спектроскопии, описывает как прототип вентилятор с ручкой, детский пропеллер для хождения с ручкой. Конечно, у него является материнским прототипом веер. И переход к детскому же пропеллеру для охлаждения с двумя пропеллерами, которые вращаются в противоположные стороны. Игрушки, как известно, являются отражением, проекцией всего мира технических систем в зону копирования. Но давно замечено, что игрушки являются и колыбелью технологий и новых технических решений, и их пенсии. Потому что достаточно вспомнить, что, например, вертолет и паровая машина появились сначала в зоне игрушек. Так же, как и запись звука у Эдисона, первое решение было сделано для куклы, которая могла произносить какое-то одно слово за счет той технологии фонографа, которую он придумал. Стальные валики с восковым покрытием и иголкой. А потом они перешли в зону взрослого гражданского потребления. А здесь речь идет о том, что вот этот вентилятор-холодитель с двумя пропеллерами, он отражает существование так называемых двойных грибных винтов в области морского транспорта и двойных пропеллеров. Например, у самолета Ан-70 зафлюгированный винт. Удивительным является то, что здесь прием 5 умножения функциями числа дружит с приемом номер 13. Прием номер 13 мы здесь определяем по признаку того, что здесь две функции, которые реализуются в противоположном направлении. Хотя прием номер 13 обычно говорит замените то, что поднималось на то, что будет опускаться. А здесь они просто вместе. Есть еще такая особенность у приема номер 13, плохо пока нами изученная. Конечно, здесь есть прием номер 14, который достался генетически от прототипа. И система вся динамизированная, поэтому это 15. Сам по себе этот охладитель имеет следовые признаки приема номер 24. Весь спектр 5, 13, 14, 15, 24.